Всем привет дорогие друзья, меня зовут Николай, я руководитель компании Aero of Consulting и сегодня у нас с вами пятница и мы как по-семейному так на кухоньке соберемся и поговорим по рынку, что же нас ждет. Перед этим хочу сделать некое объявление, вы видели у нас новый сайт aeroperмен.info, зайдите, посмотрите. Внизу страницы у нас появляются партнеры, если вы считаете, что ваша компания, руководитель может привнести в наше сообщество на правах долгосрочного партнера и заключение соответствующих договоров для наших подписчиков и клиентов какие-то полезные услуги и так далее. Welcome на мою почту, она на сайте лежит. Теперь что касается сайта. На сайте постарались сделать все так, чтобы человек, который занимается торговлей на рынке, человек, который вообще интересуется финансами и политикой в том числе, зашел, получил новости в одном месте, все графики абсолютно от доллара, рубля и заканчивая биткоином и чтобы не пришлось бегать по всем ресурсам. Кроме того, с следующей недели с этой я уже допиливаем бота, то есть делаем так, чтобы те подписчики там на патреон, бусти и так далее автоматом переходили к нам на сайт, получали все подписки бесплатно. И вот как только мы это сейчас здесь закончим, не у всех получается, мы сделаем такую систему, при которой аналитика и разбор конкретных акций будет, что называется, оставаться там надолго с фундаментальным большим анализом по каждой компании. Интересен прогноз, забиваешь тикер и просто смотришь, чего мы ждем от этой компании, почему и когда. Собственно, на этом пока остановимся, я буду дополнительно обязательно в нашем телеграм-канале, который бесплатный, внизу по ссылочке посмотрите в описании к ролику, перейдете, подпишитесь, я там буду вас держать в курсе. Теперь давайте поговорим коротко по рынку. Что у нас на рынке? На рынке у нас на самом деле, я вот так расцениваю, некая такая дивергенция, что называется, большая. Обратите внимание на соотношение нефти, которая поплыла вниз, как мы и думали на прогнозе на нашем недельном. Дошедший до наших всех прогнозов, те, кто подписан на тот же самый бусте на спекулятивные идеи видит, это и биткоин, и золото, и, значит, серебро, и у нас с вами СНП, и РТС. Все сошлись в точке прогнозов. Все, мы приехали. Золото уже поплыло, вот рынок почему-то оптимистично пока еще настроен. Что я думаю? Я думаю, я описал это даже и в закрытом видео, сейчас я вам это скажу, что этот оптимизм преждевременен. Судя по всему, на сегодняшний момент мы с вами видим такое соотношение рынка, когда вот помните, у нас с вами нефть падала, рынок растет, потом наоборот. Мы с вами видим некую точку, вот как я сказал, дивергенции, где рынок пытается найти, спрос предложения пытается прийти к единому знаменателю, так называемому. То есть мы с вами пытаемся нащупать ту точку и тот тренд, который нам сейчас будет на следующий, допустим, квартал главенствующий. Но для этого необходимо, как всегда, новость. То есть вот те, кто торгуют в рынке недавно, им может казаться, что злой кукол их заманивает в какую-то позицию, а потом резко обрушивает рынок. На самом деле все проще. Игроки, которые крупные игроки, они заходят в рынок гораздо ниже и дольше, а мелкие игроки, они заскакивают на короткие позиции и в последний момент. И, как правило, в нем остаются. Так вот, на моем личное такое убеждение, лучшее, что вы сейчас можете сделать, не делать ничего. Почему? Потому что если этот лебедь прилетит, гадкая черная птица, да, а он, судя по всему, обязательно прилетит. И на это есть общественные прогнозы в том же бусте. Вот этот 50-рублевый чат, сейчас я его буду развивать. И на сайт тоже будут выходить мои прогнозы политические, такие нейтральные. Никого не будем обижать. Будем просто прогнозировать ситуацию. Я считаю, что в ближайшее время, судя по всему, будет эскалация и в Украине, и еще, судя по всему, будет у нас ряд сюрпризов с восточных рынков, назовем это так. Там не все понятно. Я лично считаю, что пока оптимизм по поводу Японии, Китая, который они там уже начали нагнетать, он опять-таки прежде времени. Нужно посмотреть. Вот я здесь хочу сказать такую интересную мысль, что если эта птичка прилетает, то вот опять будет целая куча маржанков, которые рынок опять долбанут ниже, чем все думают. А мы тем временем, собственно, я об этом говорил, ждем тот же СНП на перелой. То есть, вот прошлые лои, которые были взяты, посмотрите, откройте график, мы придем, я считаю, плюс-минус туда. Если этого не произойдет, упустить там, допустим, 500 пунктов роста, я себе позволить могу, при том, что общий прогноз все равно в конце года развивающийся большой кризис. Поэтому, как я уже писал в том же Телеграм-канале, логика следующая. Вероятность, мы вероятностями торгуем, вероятность получения прибыли в 20%, очень, скажем так, не очень, точнее говоря, интересное или вкусное предложение от рынка, чтобы потерять там 80%. То есть, соотношение прибыли к риску просто гигантское. Поэтому ни в коем случае я бы никому не рекомендовал там влазить и наслаждаться полетом того же биткоина прямо сейчас. Поскольку, во-первых, мы, кстати говоря, пришли к прогнозу, и об этом прогнозе мы с вами разговаривали, что там будет около 28 тысяч, и там 25, мы уже кроемся. Я даже в Телеграм-канале писал, там 23, 400, что-то было. Я говорю, давайте не будем досиживать, вероятности мало и так далее, давайте закроемся. Закроемся. И вот мы закрылись, и теперь мы будем смотреть. Почему? А вот потому что ЛАИ на самом деле, по тому же биткоину в районе 12 тысяч, они как не были взяты, так и не взяты. По нефти ЛАИ, как мы не взяли, которые мы с вами в прогнозе нашем обозначили, так и не взяли. Откройте, посмотрите, там все по графику ровненько идем, по прогнозу. СНП тот же самый. Выполнили недельный прогноз, дошли до ключевых точек, сейчас начинаем толкаться. Дневные свечи начинают друг дружку перекрывать, сейчас здесь, судя по всему, начнется разворотик, и приятный полет вниз. И получится тогда не очень хорошая вещь. Те люди, которые надеялись на лонг, райд наук, как говорится, они могут получить жирного лося. И на этих потом лосях, на этих маржинколах рынок потом может наконец-таки развернуться, где мы, собственно, к нему и присоединимся. Пока на сегодняшний момент я бы, что называется, посидел в сторонке, посмотрел. Вообще хочу сказать, что за годы на рынке я пришел к такому выводу. Чем больше ты сидишь в сторонке, тем больше ты зарабатываешь денег. Как это не парадоксально? Потому что, как только ты видишь тот самый момент, когда да, действительно, вот это оно, а это говорит вам человек, который предсказал вообще все кризисы и военную, что называется, СВО, которая сейчас, так называемая, которая сейчас идет в Украине за месяц до его начала, и это проверяемо в роликах все есть, пожалуйста, ознакомьтесь. В том числе и в закрытых для прогноза инвест-клуба, который был выложен в январе 2021 года. Так вот, на сегодняшний момент я считаю, что посидеть в сторонке – это просто то, что доктор прописал. И когда ты видишь тот самый момент, ты входишь в него, прибыль, которую ты получаешь, нам гораздо выше того, что ты там пытаешься выловить в каких-то отскоках. Однако есть акции, которые на сегодняшний день, на мой взгляд, достаточно привлекательны в среднесрочной перспективе. Есть там не все еще, не весь апсайд взят. Так, например, на Тесле мы там заработали кто-то под 10% и на ряде других. Там, да, есть еще запалы порох в пороховницах. Но, опять, это все явление частное, которое, скорее всего, будет отыграно вниз. Очень много вопросов по золоту там, дескать, ты не взял большую его часть. Нет, ну мы взяли половину этого роста. Дальше мы не стали участвовать в этом пире во время чумы. Почему? Я вот сейчас объясню свою позицию, и вы должны будете ее просто переварить, что называется. Некоторые принять, потому что против этого. Вот на сегодняшний момент мы там дошли по золоту к 0.7 по ФИБО, и очень многие считают, что, ну, значит, сейчас пробиваем и дальше в космос полетим. Так-то оно так, но есть один нюанс, который меня очень сильно смущает. Это индекс DXY. На самом деле этот парень находится в точке разворота. У него, допустим, есть еще там, ну, пункт вниз, ну, 2. Ну, а дальше что? А вот дальше интересно другое. А дальше получается ситуация, при которой там полноценно нарисованная четверка в глобальной фигуре, и нужно будет еще 5. А 5 это 120 и выше. И в этом случае это тот самый лебедь. И в этом случае золото будет в моменте не сдобровать. Есть прогноз в нашем открытом даже телеграм-канале. Я написал, невозможно. Ну что вы, вполне вероятный сценарий. И, в принципе, конечно, хоть мы смотрим в долгосрочной перспективе в лонг, и я вам говорю, что золото для сохранения ваших денег достаточно хороший ресурс. В том числе физической, например, монеты, которые там продают, в том числе, наши партнеры. Так вот, получается, что это как бы в долгосрок-то это хорошее дело. Так же, как и валюта. Но вот в краткосрочной перспективе, те, кто именно спекулирует, для них может быть большой сюрприз в золоте. Поэтому мы пока именно спекулятивно с вами то же самое смотрим на рынок. Так, очень осторожно и вкрадчиво. Я еженедельные прогнозы свои теперь буду и на сайте нашем выкладывать. Очень удобненько. Вы будете читать их, смотреть. Буду стараться делать их более информативными с точки зрения, что именно делать. То есть, потому что очень многие приходят именно без опыта, видят прогнозы, говорят, ну, тут все понятно, интернетерпретируют его по-своему и входят в сделку. Я теперь буду говорить, что бы я сделал конкретно в данном случае, если бы я торговал именно этим инструментом. Я думаю, это будет целесообразно и логично, потому что если вы опыта такого не имеете, ну, хотя бы будете подсматривать за тем, что бы сделал я, наверное, так. Теперь мы с вами проговорили общую тенденцию по рынку. Думаю, многим она теперь, вот тем, особенно кто торгует, она вообще теперь ясна. Теперь давайте посмотрим с вами на ситуацию сгущающуюся политическую. Значит, обратите внимание на то, что сама по себе ситуация, вот эта военная, она нисколько не разряжается, она наоборот, она усугубляется. И вот у меня прогноз, о котором я вам говорил, то, что первый квартал там будет эскалаться еще там, еще, по-моему, в конце прошлого года, что до февраля дотянем, а дальше начнется веселуха. Обратите внимание на цепи разных событий, которые у нас в этом месяце там начинают, ну, что называется, сбываться. И вишенкой такой на торте в конце это обращение опять Путина, там, приуроченное к годовщине СОО. Вот держите в голове все эти вещи, потому что на самом деле они имеют знаковое значение, это фтология, но тем не менее. Вот мы, получается, сейчас видим ситуацию, в которой политика рулит вообще всеми рынками. И пытаться экономически сейчас смотреть на показатели Baltic Dry Index или чего-то еще можно, для того, чтобы попытаться по волнам Эллиота разбить это каким-то образом. Но все-таки я жду лебедей. И даже если мы с вами сейчас ФРС там придумала новый прикол, как говорят молодые люди, давайте мы не будем всю инфляцию учитывать, таким образом замажем публике глаза, и будет у нас там вместо там 5% инфляция 2%. Здорово же, все деньги опять пойдут на рынок, но господа не упоминают то, что будет дальше. А дальше, собственно, начнется самое интересное, как я писал в нашем телеграм-канале открытом. К концу года, собственно, даже уже и та инфляция, которую они считают, может разогнаться до такой степени, что им просто придется более интенсивно повышать ставку, либо делать что-то со своей монетарной политикой. Как бы там ни дошел вопрос до прекращения поднятия потолка государственного долга. Догадываетесь, к чему это? К дефолту. А это уже совсем плохо. Там может рынок рухнуть к чертям. Поэтому давайте мы с вами возьмем это в голову, что у нас есть какой-то промежуток времени в этом году, и вот в февраль, сейчас после отката, вероятно, будет какой-то старт к тому сезону, где заработать денег можно будет и нужно. А вот дальше, когда этот праздник жизни закончится, я вам обязательно об этом сообщу, начинается нечто такое, чего мы еще пока не встречали на рынке, ну, наверное, лет так 50, так минимум. Это уже начинается сдувание не просто пузыря, а взрыв. Вчера я себе так в голове, когда представлял эту ситуацию, нарисовал воздушный шарик. Когда вы его постоянно надуваете, 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 это вот долг, да, назовем вот так, в том числе американский. И для того, чтобы шарик не взорвался, вы периодически открываете клапан для того, чтобы воздух выходил. Но дальше, через этот промежуток, вам все равно придется надувать, потому что иначе, собственно, система будет, не будет поддерживаться, да, он будет сдуваться. Вот вам надо его поддувать. И вы его поддуваете, поддуваете, в один прекрасный момент он все-таки бахнет. Вот в этот момент, когда он бахнет, я боюсь, что вот эта финансовая система, которая у нас сейчас сложилась именно на фиатных валютах, она взорвется. И в прошлом ролике я вам сказал, что, по всей видимости, новый цикл монетарного вот этого вот стимулирования, новый цикл роста экономики, вообще всего, начнется уже на новых принципах. На тех самых электронных валютах центральных банков мира, которые мы с вами сейчас имеем честь, что называется, видеть, как они их тестируют по всему миру. Выходит, что, а мы с вами знаем сроки запуска всего этого добра, это где-то лето. То есть, получается, что пока они не запустят всю эту систему, будет играть старая, с вот этой игрой затягивания людей в рынок и обратно. А вот дальше будет биг-бада-бум. Да, как говорил Леуф в пятом элементе. Поэтому мы на сегодняшний момент стоим на пороге. Здесь можно играться, но только внутри года, друзья, а долгосрочные перспективы инвесторам, я бы пока сказал. Ну, таких рынков, как Россия, кстати, можно. Почему? Потому что он уже изолирован, у нас уже упало много что. И формировать какую-то часть портфеля, мы вот это сейчас делаем с некоторыми инвесторами, мы уже делаем это. Можно. Но если мы говорим про США и Европу, я боюсь, песенка еще не спета. Там самое интересное нам предстоит, ну, где-то вот как раз в горизонте года. Начало 24-го года, думаю, всех удивит. Конец 23-го. Я надеюсь, что наш сегодняшний ролик такой достаточно широкий, объемлющий и объясняющий многие процессы вам понравился. Поставьте пальчик наверх. Вы обещали это делать после каждого ролика. Я отключил монетизацию на Ютубе, оставил там какую-то, чтобы он его не терял азарта продвигать наши ролики, скажем так. Но монетизацию отключил для того, чтобы вы имели возможность более комфортно все это дело смотреть. И, собственно, понимая это, я прошу вашей поддержки, комментарии и пальчики вверх, для того, чтобы как можно больше людей это увидело. И со всеми на связи. Всем хороших выходных. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok